Да или нет? Он потому и закрытый. Вот когда вы говорите, какая погода, я не могу ответить. Наоборот, это открытый вопрос. Я могу рассказывать все, что угодно. Ну, помогать. Закрытый вопрос. Вы пообедали? Да. Закрытый. У вас голодая голова? Да. Закрытый. У вас будет ли нет? Да. Закрытый. У вас есть телефон? Да. Отлично. Это закрытый вопрос. В чем суть закрытого вопроса? Ударение в нем, ну, в чем суть структуры вопроса закрытого? Ударение в нем, ну, такое смысловое, на глаголе. Вы любите ездить на машине. Вы чистили зубы. Вы обедали. Вы меня слышите. Вот. Ударение на глаголе. И вопрос закрытый. Как превращается закрытый вопрос в открытый вопрос? При помощи... Как называются, оксана, эти элементы? Что? А? Какие? Ну, которые превращают в открытый. Я все время забываю их название. Герои. Марки. Как, кто, где, что, почему, когда, сколько, на сколько. Но это не местоимение точно. Как, кто, где, почему, сколько. Когда в вопросе появляются вот эти и другие, как они называются? Вопросительные и относительные местоимения. Вот. Вопросительные местоимения и относительные. То это становится открытым вопросом. Потренируемся. Вы меня спрашиваете, вы любите машины? Это какой вопрос? Закрытый. А теперь превратите его в открытый вопрос. Какие машины вы любите? Еще превратите в открытый вопрос. Почему вы любите машины? Где вы любите использовать машину? Кто там, ну, ездит в вашей машине? Сколько у вас машин? Сколько у вас детей? Это открытый вопрос. Почему плохо или опасно использовать закрытые вопросы, особенно в начале разговора? Они очень опасны. Да, они не дают повода продолжить разговор. А если вы еще не угадали три раза? Ну, два раза. Нет? Нет. Нет, нет. Вы шкаф покупаете? Нет. Ну, а он, например, хотел мешком на... Как это? Перегородку. Все. Ну, нет. Ну, не вовремя. Потом вы будете уточнять. Конечно, когда уже отношения сложились. Вы ведете уточнение, нюансы там сделки. Нормально. Ну, звук, ну, так. Да или нет? Да. Туда-сюда. Но вначале нельзя их задавать, потому что они опасны. Вы сами себя подставите. Когда вы задаете открытый вопрос, клиент может ответить все, что угодно, ему спокойно. Вы можете собрать кучу информации. Надо уметь задавать открытые вопросы. Тренировка на эту тему. Обычно прошу 20. Учитывая, что время у нас плотное. Мы трехдневный тренинг проходим за два дня. Напишите 10 открытых вопросов к этой штуке. Ну, это ясно. Можете перевернуть. Переверните лист. Там есть пустые части листов. Там пишите. Там есть пустые телефоны. В этом metaphorе как пустыеступы игрокали.